Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Евелина Сакаева, тренер по каратэ. Первый данный черный пояс. Евелина, добрый день. Скажите, пожалуйста, как так? Красивая девушка в платьице и каратэ, черный пояс. Как так вообще произошло в вашей жизни? Наша семья является основателями каратэ в Рязани. Наш сенсор Амиль сподвигнул всю нашу семью на занятия спортом, а также и других детей, которые сейчас уже взрослые. Такие же тоже ходят кто-то в платьях, кто-то на работу в пиджачках. Ну, кто-то также продолжает заниматься какими-либо другими видами спорта. А несмотря на это все, я закончила еще и музыкальную школу, играла 10 лет на скрипке. Вот поэтому такое совмещение очень разностороннее. И мне это самой очень нравится. И буду дальше продолжать этим заниматься. А за скольки лет сама начала заниматься каратэ? Вместо няньки у меня был спортзал на матах. Под критики я засыпала и потом же просыпалась. И вот пошло это с рождения. А вот сейчас в жизни, ну, помимо того, что работаете тренером, да, вот просто в жизни пригождается такое умение? Да, пригождается. Даже люди относятся с более таким уважением, потому что сейчас мало встретишь людей, которые занимаются спортом, которые очень, скажем так, хорошо к этому относятся. Большинство сейчас молодежи начинают употреблять какие-то вещества и портят свою жизнь. А мы продолжаем так держаться за ЗОЖ, здоровый образ жизни. Евелина, и вот касаемо тренерства, как давно вы детей тренируете? То есть тренируете детей, да, насколько я поняла? Да. Именно детей? Да. Детей я уже тренирую с 14 лет. Сначала была помощником сенсея, вместе с ним обучалась у него. Потом уже потихонечку свои школы, свои дети, свои чемпионы начали подрастать. А за скольки лет детишки у вас занимаются? В основном где-то с 4 лет берем детишек. Сейчас развитие у детей разное. Кто-то быстро схватывает, кто-то кому-то еще поиграться хочется. Поэтому смотрим на детей, как они себя ведут, и потом уже делаем из них чемпионов. Чаще мальчики, девочки? Как-то по-разному. Но сейчас больше начинают приходить еще и девочки. То есть сами, такие боевые, хорошие. А так, конечно, большинство все равно у мальчиков. Ну вот не могу, конечно, не спросить, насколько каратэ травмоопасный вид спорта. Тем более, когда речь идет о детишках, да, о маленьких детях. Сейчас Всероссийская Федерация каратэ ограничивает контакт среди детей. У них в основном не кумите поединки, а кихоно-пон-кумите. Но в спортзалах дети также тренируются отрабатывать удары. Но у нас неполный контакт. То есть в лицо мы со всей силы не бьем. И стараемся. И кинг и целсу один удар решает все. То есть ограничивать детей, чтобы они остановили удар свой вовремя. Как ведут себя малыши на соревнованиях? Не плачут? Ну или плачут, наверное, в любом случае, да? Все зависит еще от поддержки родителей, потому что мы тренера за всеми детьми не следим. Они приходят с родителями, родители их поддерживают. Конечно, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает, кто-то расстраивается. Кому-то хочется первое место. Но все равно и мы тоже подходим. Потому что молодцы. Детишки поддерживаем. Стараемся их приподнять к себе. Так что, несмотря даже на поражение, это тоже какая-то часть победы над собой. Выйти уже на татами. А насколько сейчас каратэ? Как считаете, массовый вид спорта? Вот в нашем городе в частности? В нашем городе каратэ – это один из ведущих видов спорта, именно боевых. У нас много стилей, много видов. Мы тоже выступаем по разным стилевым федерациям. Ездим на разные соревнования. И сотрудничаем практически со всеми, кто в Рязани тоже преподает другие федерации. Стараемся поддерживать такую общую команду. А вот какие требования предъявляются к детям? Наверное, все-таки как-то, ну, вы их отбираете же, да? Не каждого берете, наверное, в секцию. Нет, мы берем абсолютно всех детей. У нас дети занимаются и с плохим зрением, и с какими-то внутренними заболеваниями. Каждого ребенка мы ведем в свое русло. К каждому ребенку индивидуальный подход. Пусть он там полненький, пусть худенький. Кого-то подкачиваем, кому-то больше техники даем. То есть каждый ребенок, пусть их в секции 20 человек, но каждому нужно иметь свое отношение тренера. Вот понятно, да, что все дети, которых вы тренируете, они любимые, да, они ваши подопечные. А вот есть, может быть, уже те, кем можете гордиться, кто чего-то завоевал, достиг? На протяжении существования всей, ну, во всем времени федерации есть дети, которые постоянно явились чемпионами. Буквально вот пришел он, да, в сентябре. В ноябре поехали на соревнования, он выиграл чемпионат России. Есть такие дети, есть... Хоть их не так много, но гордиться ими можно. А вот какие-нибудь недавние соревнования расскажите? Где были, что делали, кого видели? Предпоследние соревнования, да, у нас были такие разъездные. Мы сначала поехали в город Щелково, потом всей командой поехали в Тулу. Оттуда мы привезли более 30 медалей. Я считаю, что это хороший результат для наших детей. Молодцы. Второй день, конечно, было тяжело им выступать, потому что, мне кажется, даже взрослый выдержит два дня выступлений. Но дети молодцы, привезли очень много золотых, серебряных, бронзовых медалей. Ни один ребенок не уехал без медали. Потом у нас было первенство города. На первенстве города мы смотрим общую картину детей, как они развиваются в каждой секции, чтобы дети посмотрели на друг друга, оценили. Так, мне нужно это подтянуть, там, подсказываешь им. Вот видишь, что этот мальчик лучше тебя делает. Все, такой боевой дух. Сразу собрался на тренировки. А это я правильно делаю, это я правильно делаю. И уже начинается такое вот у них соперничество. Когда кто-то балуется, а вот другой секцией мальчик занимается, готовится к соревнованиям. Все, сразу серьезный вид. Кратеги. И поехали заниматься. Первая федерация, это у нас ежегодный турнир. Мы его проводим среди всех своих детишек. Выявляем лучших спортсменов, которые можно вести на более крупные соревнования. Смотрим, какие дети, у каких детей есть потенциал. Надеемся, что в следующие соревнования, которые будут, выведем тоже хорошую команду, как это всегда и было с НСРМИЛЬ, подготовить своих спортсменов. Елена Алексеевна тоже своих. Ну, естественно, мои тоже. Когда вот ближайшие соревнования? Мы рассчитываем, что будут в марте соревнования, так как уже март наступил. Ждем положения, надеюсь, кризис ни на кого не повлияет. И мы также с спортсменами поедем, будем защищать нашу Рязань. В Москву, на чемпионат России. Так что ждем положения, когда к нам можно будет собирать команду. Ну что ж, удачи вам в этом замечательном деле. Вот еще расскажите мне, пожалуйста, Велина, какие качества? Ну, ясно, что спорт, любой спорт, он дисциплинирует, да, это как минимум. Как вы считаете, какие еще качества вырабатывает именно каратэ, особенно если им заниматься с раннего детства? Что дает этот человек в будущем? Занимаясь каратэ, в будущем ты становишься более решительным, ты умеешь принимать свои решения. У тебя немножко другое развитие. Это как в армию. С армии приходят люди, да, они такие все воспитанные, чувствуют себя гордо, да, особенно если там какие-то есть достижения. То же самое и в каратэ, в спорте, ну и вообще в любом другом виде искусств. Человек становится целеустремленным. У него становится, скажем так, цель перед жизнью чего-то добиться. И в будущем, когда уже они взрослеют, это им помогает. И при работе сильно отличаются спортсмены. Когда вот смотришь прям, ты это спортсмен. То есть в любом случае это отпечатка на всю жизнь и хорошая отпечатка? Да. И вот еще, мне кажется, родителям вот что можете сказать? Чтобы они не боялись отдавать детей в спорт, опять же, в каратэ или как? Или все-таки нужно быть аккуратно и всегда за ними глаз да глаз смотреть, чтобы где-то не упали, не поранились? Хотелось бы, чтобы родители побольше детей отдавали в спорт, но не заставляя их. Дети, они переменчивые очень. И хотелось бы, чтобы родители поддерживали их, больше поддержки. Ты сможешь, ты лучший. И это им поможет не только на тренировке, но и при выступлениях, на татаме, при работе на площадке. Хотелось бы, чтобы родители больше уделяли времени своему ребенку, слушали его. Потому что, когда дети приходят с тренировки, у них эмоции. А с тем, когда что-то новое изучают, у них что-то получается, они взахлеб рассказывают. Вот, конечно, хотелось, чтобы родители помогали им. Потому что тренера мы в доджо делаем свое дело. И родителям хотим, чтобы они тоже помогали нам. Ну что же, Велина, спасибо вам огромное. Удачи, успехов и, конечно же, побед вам и вашим подопечным. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Евелина Сакаева, тренер по каратэ. Первое данное – черный пояс. Это программа «7 минут». Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok